Всем большой привет подписчикам и людям интересующимся своим здоровьем. Приближаются новогодние праздники. Традиционно это дни, когда люди начинают усиленно кушать. Многие пьют при этом алкогольные напитки. А меню зачастую намного богаче и жирнее, чем в традиционные дни. Для того, чтобы избежать проблем после переедания и других возлияния, я давно практикую такой способ, когда у вас возникают какие-то боли, тупые ноющие после еды, проблема заключена в дискинезии желчеводящих путей и желчного пузыря. Эта дискинезия бывает разная, гипертонического типа, когда он спазмируется после еды и возникает боли. И гипокинезическая дискинезия. Это когда боли длительные, тупые, в правом подреберье и отдающие вам оплатку. Эти все проблемы связаны с неправильным выделением желчи в ответ на поступившую пищу. И есть очень простой способ, когда у вас эти боли как раздлительные и тупые, это проблема гипокинезическая, то есть желчный путь и тонус недостаточен. Есть очень простой способ, вы должны приобрести в аптеке или других заведениях так называемые заменители сахара. Сорбит, есть вот он сорбит и ксилит. Это заменители сахара, которые как раз у вас стимулируют вот эти самые сфинктеры желчного пузыря и протоков и сократительную способность желчного пузыря. Есть способ тюбаж. Тюбаж это слепое, так называемое, опорожнение желчного пузыря на утро. Вы должны этот сорбит или ксилит утречком после вашего бурно проведенного праздника растворить в стакане двумя ложками, то есть порция две ложки столовых этого сорбита. Их нужно растворить в стакане кипяченой теплой воды. Вот таким образом. Он достаточно хорошо растворяется и перемешать его. Немножко мутноватый, ничего страшного. Он хорошо растворяется. И потом этот стакан утром, когда у вас эти проблемы возникли, вы просто выпиваете натощак. После этого у вас начнется походы в туалет, где вы увидите сколько всякой дряни вы оставили в унитазе. Но тяжесть пройдет. Вот такой простой совет. Он, кстати, рекомендуется всеми гастроэнтерологами. Это заменители сахара ксилита или сорбит или тюбаж. Вот видите, у вас растворяется он вполне. И он не противен, легко выпивается. Он имеет такой сладкий вкус, но это не сахар. И он не поднимает общий сахар у вас в крови. Это не страшно, даже для диабетиков. Это заменитель сахара. Вот такой простой совет поможет вам избежать после новогодних излишеств. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго и счастливых праздников! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok